Дефолт развал страны и чеченские войны. Вспомнить события 30-летней давности и поразмышлять о тех сложных годах можно на выставке «Непростые 90-е». Проект подготовил Ленинский мемориал при участии завода «Авиастар-СП» и президентским центром Бориса Ельцина. Мы хотели показать как раз, как «Авиастар» выходил из этой ситуации, сложно приспосабливался к этому непростому времени. А потом диалог стал как бы шире. Мы всегда работали с Ельцин-центром, прежде всего, с Мариной Соколовской, с руководителем экспозиционного отдела задумывали фотографии, которые представлены здесь, представила как раз Ельцин-центр. Эта выставка достаточно небольшая, но она сама скорее, ну, не совсем законченный разговор, да, Дмитлан? Я думаю, что это приглашение к разговору об этом периоде. Центральная фигура – первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Здесь и фотографии с предвыборной кампанией, со встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Запечатлены моменты подписания Беловежских соглашений и Алматинской декларации. «Авиастар» представил сертификаты и даже техническую документацию о разработке термопланы. Среди экспонатов также подлинные документы из фондов мемориала, памятки, акции и чеки. Почему выставка называется «Непростые 90-е?» Потому что 90-е действительно были очень сложное и неоднозначное время. Это время после того, как распался Советский Союз, время становления нового государства, новой российской государственности. И вот здесь, на выставке, мы как раз показываем те сложные моменты, поскольку происходили преобразования не только на внешнеполитическом уровне, но и внутри. Очень серьезные процессы шли внутри государства. Представлены фотографии Ульяновска, Волжский мост, приезд Ельцина на «Авиастар». Выставка работает на «Ленина-70». Анна Тищенко, Улправда ТВ.